Малый и средний бизнес нужно поддерживать и развивать. Эта прописная истина находит отражение в специальных программах, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. О возможностях субсидирования шла речь на семинаре, организованном Консультационно-информационным центром развития предпринимательства совместно с Общественной палатой Одинцовского района. У нас в середине августа была утверждена программа по субсидированию субъектов малого предпринимательства и их затрат из бюджета Московской области. Но, к сожалению, эти программы у нас, они кратковременные, запускаются очень быстро, быстро заканчиваются. Особенность программы – ее скоротечность. Предприниматель, желающий получить субсидию, должен подать заявку до 11 сентября. В этом году у бизнесменов появилась возможность частично компенсировать не только уже существующие затраты, но и те, которые предстоят. Это может быть уплата процентов по кредитам, модернизации производства товаров или услуг, а также компенсация взноса при заключении договора лизинга оборудования. Особое внимание дошкольным организациям. В отличие от предыдущих программ, в этот раз образовательные центры, а также предприниматели, осуществляющие уход и присмотр за детьми, могут получить субсидию на затраты даже при отсутствии соответствующей лицензии. Не предоставляются субсидии именно по этой программе кредитным организациям, игорный бизнес, являющийся участником соглашения о разделе продукции, а также в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии, и сроки ее оказания не истекли. Специальный гость семинара, бизнес-тренер Константин Колобов, раскрыл собравшимся секреты эффективной рекламы. Организаторы семинара также напомнили участникам, что помимо областной существует и районная программа субсидирования. Участие в ней может принять каждый желающий, обратившись в 315-й кабинет администрации. Также в Одинцовском районе консультации по предоставлению субсидий можно получить по телефонам горячей линии 8-985-151-30-77, 8-800-222-0105. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...